Качество жизни в наше время очень возросло, особенно в развитых странах. Но даже в незамых богатых государствах люди активно тратят деньги на не совсем нужные вещи. Или, чего скрывать, совсем ненужные. Учитывая, что у большинства заработок не позволяет сильно разгуляться, то такие незапланированные траты часто приводят к образу жизни от зарплаты до зарплаты. Но ситуацию можно исправить, просто научившись управлять своими финансами и выработать привычки, проверенные тысячи раз и одобренные экспертами-финансистами. Итак, поехали! Не бойтесь ставить перед собой большие цели, Накопить на квартиру или машину к определенному сроку порой кажется фантастикой. Но если срок реалистичный и составлен четкий план, то фантастика превращается в реальность. Разделите большую цель на маленькие этапы и наблюдайте, как вы шаг за шагом становитесь ближе к мечте. Да, можно взять ипотеку и каждый месяц думать, где достать эти 50% от вашей зарплаты на погашение. А можно открыть депозит и закидывать туда по 5 или 10% с дохода. Вместо того, чтобы думать, у кого занять денег, лучше научиться мыслить другими категориями. Как заработать больше, что еще можно сделать, какую услугу предложить людям, чтобы получить дополнительный доход. Если не хватает денег, учитесь экономить. Ищите скидки, распродажи и так далее. Кредит брать можно, но только на те вещи, которые со временем будут дорожать. Квартира или инвестиции в надежный бизнес. Потребительские кредиты явно не из этой области. Копить на что-нибудь классное – идея плохая. Вчера вам казался классной вещью 10-й айфон, а сегодня он уже устарел. Если у вас есть возможность откладывать на разные вещи, тогда открывайте несколько депозитов. Тогда не получится потратить отложенные для покупки квартиры деньги на суперстильные кроссовки в порыве внезапной страсти к ним. Эта поговорка не случайно запрещает класть яйца в одну корзину. Вероятность уронить все корзины разом меньше, чем вероятность уронить одну. Открывайте депозит сразу в нескольких банках и укладывайтесь в суммы, гарантируемые государством. В Казахстане, например, это 10 миллионов, если в тенге, и 5 миллионов в тенге, если в иностранной валюте. Также и с ценными бумагами. Акции, облигации. Уравновешивайте риски. Ходите пешком, если не слишком далеко. Берите еду из дома, чтобы не тратиться на столовый или кафе. Учитесь сопротивляться спонтанным желанием купить то, что вам не особо нужно. Трудно, конечно, оставаться равнодушным, когда по акции можно сэкономить 50%. Но одно дело сэкономить эти 50% на покупке туалетной бумаги, которая в любом случае нужна, и другое на пяти бутылках газировки, которую вы обычно вообще не пьете. Ну и не следует полностью отказывать себе в маленьких удовольствиях. Порция любимого мороженого, которым вы себя иногда порадуете, это инвестиция в ваше позитивное эмоциональное состояние. Не будьте пассивным. Пусть пассивным будет ваш доход. Деньги, которые регулярно поступают в ваш кошелек вне зависимости от вашей работы, это пассивный доход. В детстве у кого-то это были деньги на карманные расходы, у кого-то сдача с бутылки молока и батона. У взрослых это инвестиции. Например, ценные бумаги, приносящие дивиденды. Многие драгоценные камни и металлы тоже дорожают со временем. Ну и, конечно, аренда движимого и недвижимого имущества. Старайтесь хотя бы раз в месяц прикидывать свои доходы и расходы. Куда уходят деньги – это один из главных риторических вопросов каждого взрослого человека. Но, оказывается, на него можно найти ответ. Благо, сейчас есть куча приложений для телефонов, которые упрощают введение вашего финансового учета. Да, все эти финансовые привычки довольно сложно выработать, но это возможно. Нужно воспользоваться рекомендациями, о которых мы рассказали в самом начале. Поставьте цель выработать одну привычку, разбейте ее на много маленьких этапов и постепенно добивайтесь результата. Наблюдайте за тем, как жизнь ваша становится легче, а кошелек тяжелее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!